Всем привет! 1 апреля. Меня тут Вика разыграла. Это просто капец. Это ж надо было до такого додуматься. Но мы повелись. Представляете, звонит мне. Говорит, мама, с этим коронавирусом это какой-то ужас. Артём мой везде бродит, везде ходит, везде за всё берётся. Домой всю эту инфекцию несёт. Я его не могу толком заставить эти руки помыть. Машин Артём то же самое. Она уже задолбалась его ругать. В общем, пацаны вообще наши не придерживаются никаких правил. В общем, мы с Машей решили объявить им бойкот. А каким образом? Говорю, а что вы хотите? Она говорит, хотим от них уйти. Вау! Как уйти? Говорю, Вика, ты что, с ума сошла? Она говорит, ну, мама, ну вот что делать? Ну, вот ты понимаешь, ну такая ситуация, вот такое всё делается. Ну, ни черта же не слушает. Ну, говорю, ну так как уйти? Ну, мы решили, что и Саша у тебя точно так же бродит непонятно где, и остановить его невозможно. Говорю, не-не-не, стоп. Говорю, Саша у меня никуда не бродит. Мама, давай вот подумаем, давай мы соберёмся в одной квартире, ты, я и Маша. А мужики наши пусть собираются в другой квартире. Могут у меня, могут там у Маши на квартире. Короче, пусть где хотят, так и живут. Говорю, ты что, с ума сошла? У меня Саша никогда в жизни не уйдёт из дому. Говорю, и потом. Боже, как начал ей рассказывать. Говорю, у меня Саша в перчатку одевает. С квартиры выходит там на эти все кнопочки с подъезда. Перчатку снял, выкинул. Прежде чем зайти там на новую почту с отправками, перчатку опять одевает. Ни за что не берётся. Я говорю, короче, он у меня вообще исполняет всё как надо, всё такое. Я говорю, он с дома не уйдёт. Она говорит, ну ладно, но если у тебя Саша такой вот весь, ну пусть Саша остаётся с нами. Говорю, где? Она говорит, ну лучше всего, конечно, у тебя, потому что у тебя Кэти, куда её деть? Говорю, то есть вы собираетесь с Машей переехать ко мне, а пацаны пусть остаются там. Она говорит, ну мам, ну если ты согласишься. Говорю, Вика, ну я не знаю. Я говорю, ну я по крайней мере точно никуда не могу, потому что у меня собака. Так у меня же тоже, представляешь, это ж мне надо забрать попугаев, хомяка, улиток. Это ж надо всё к тебе перевезти. Ну а какой выход? Я в шоке. Я просто анимела. У меня сразу начало вертеться в голову, во-первых, куда это всё поставить. Вы видели её хомяка? Там клетка пол моей квартиры. У них вообще отдельная комната у этих животных. А я куда это всё дену? Говорю, Вика, я не знаю, ну это как-то, ну, говорю, и что эти птицы? Она, ну, может быть, попугаев там к Саше в комнату, пусть они там летают, туда к этим не ходят. Ребята, это капец. Я сижу, ну, я не знаю, я просто растерялась. Я спала, говорю, Вик, ну, ну, если уж так, ну, я не знаю, Саша, ну, ребята, это вообще всё, что у меня в голове прокрутилось. Честно скажу, Саша, все переезжают к нам вместе со своими животными, с этими попугаями, и с хомяками, и с улитками. А у нас собака, как это всё будет выглядеть? Ну, она чувствует мою растерянность и говорит, ну, ладно, мамулечка, ты поговори с Сашей. Ну, вот как он скажет, так и будет. Ну, что вы думаете? Я вообще, у меня мысли никакой в голову не пришла. Вот всё, ну, такая ситуация, что делать? Иду к Саше, всё это популярно рассказываю, он, открыв рот, на меня смотрит, говорит, а спать, а как? Я говорю, тут Саша, я говорю, ну, спать мы будем втроём, у меня же огромнейшая кровать. Мы там, они когда ко мне приходят, там было такое, что остаётся, и не раз. Мы спим втроём, замечательно. Ну, начали ходить по квартире, думать, куда это всё деть. Она мне, правда, дала немножко облегчение, сказала, что клетку хомяка тащить не будем. Поставим только этот контейнер для улиток, и в этот контейнер переселим хомяка. Ну, в общем, мы с Сашей всё посмотрели, у меня этим мхом, ягелем всё забито, всё везде на шкафу заложено. Он говорит, ну, снимем со шкафа вот это всё, поставим туда улиток, поставим туда клетку с этими птицами, этих самых, ну, попугаев, короче, всё, всё, уже промерили, что всего там хватит места. У меня там шкаф же ж такой, дирижабль целый. Вот там всё поставим. Говорю, ну, и как вот это? Говорит, ну, если вы тут будете спать втроём, значит, все эти животные будут вместе с вами. Ты смотри, если ты на это согласна, то я, ну что, ну, куда деваться, если такая ситуация. Тем более, что, ну, Кэти особо туда в комнату ко мне не ходит. Ну, она ходит, если я её там открываю дверь, там, видео записываю или ещё что-то, она там возле меня может ходить. Ну, она, по крайней мере, там не спит, она, если ей туда запретить ходить, она туда ходить не будет. Ну, что, пришли к выводу, пусть переезжают. Говорю, ну, тогда надо, наверное, помочь, мне надо с машиной ехать туда, что-то как-то делать. Говорит, ну, звони. Ну, я понимаю, что он, конечно, не в восторге, но что делать? Нужно сказать детям не едьте, да, пусть там вас заражают этим коронавирусом. Ну, в общем, звоню я Вике, говорю, Вика, Саша сказал, что давай забирай, едь всех, могу приехать на машине, забрать, ну, выставим это всё, рассказываю это, где мы там уже определили место, где на шкафу поставим, где всё надо. Да, мам, ты серьёзно? Говорю, ну, Вика, ну, какой выход? Говорю, ну, накажете их. Ну, она говорит, а вдруг это будет там месяца два? Говорю, ну, мы что, не жили вместе? Нормально проживём. Это капец какой-то, ну, вот это дура, ну, в голову прийти мне, Вика, вот этих всех своих попугаев, это куда-то всё перетаскивать? Нет, ничём мне в голову не пришло. Она говорит, хорошо, мамочка, я сейчас позвоню Маше, переговорю с ней, если она точно как бы решила, я тебе сейчас перезвоню. Говорю, хорошо. Правда, звонит буквально через пару минут. Зараза, такая, другого слова нету. Заливается хокотом. Мамулечка, я вас так люблю, передай Саше, как я его люблю, какой он у меня вообще. Говорю, шо такое? Первое апреля, говорит. Говорит, вообще, ты понимаешь, что первое апреля? Как вот это я бы это всё перевозила к тебе? Я говорю, Вика, ну ты жопа, ну, другого слова нету. Мы уже тут чуть ли не шкаф расчистили и место уже подобрали, куда вас тут перевозить. Ну, первое апреля, как оказалось. Теперь у меня вторая серия. Мы сегодня собираемся с друзьями ужинать. Первое апреля отмечать. У меня, кстати, 30 тысяч подписчиков капнуло. Сегодня, и меня уже поздравили. Я не заметила, спасибо, мои дорогие подписчики, мне написали. Поздравляем, у вас 30 тысяч подписчиков. Ура! Вот. И мы решили, что мы в скайпе, раз нам нельзя встречаться, раз мы не можем. Тем более, мы живём вообще в разных концах города. Они в одном конце, я в другом конце. Ну и как? Решили, что всё, собираемся у меня в скайпе. Представляете? То есть мы поставим скайп, я выставлю телефон, я всё это буду снимать. Но самое главное, теперь мы думаем, как их разыграть. И идея у меня уже такая приходит в голову. Дочка Аня, все, наверное, знают Аню Викину, сестричку, которая в Киеве, которая там в гости ходит и так далее. А её родители, это Ира и Костя, которые живут в Черкассах. Вот мы сегодня с ними в скайпе. И сын у них тоже в Киеве. Я им сейчас, ну когда мы встретимся за ужином, я им скажу, что... А у Ани, ой-ой, я так столько всего рассказываю. А у Ани две собаки, кот, там короче кошмар. И я скажу, что Аня вам уже позвонила, вы уже знаете, да, что как вы отреагировали, что Анечка приезжает. Ну я представляю у Иры, глаза по пять копеек. У Иры два кота дома, у этой две собаки. Как? Ну я скажу, что, ну как, только что разговаривали с Аней и Викой, и всё, и она сказала, что... Ой, телефон. Вика позвонила, хвалила меня, я прям нос кверху, потом расскажу. Так вот, продолжаю. Значит, скажу, что... Ну, Аня позвонила и сказала, что договорилась там с какой-то соседкой, что с котами там она и с одной собакой останется. То есть она возьмёт с собой только собачку Милу, свою любимую. И они уже созвонились с Илюшей, то есть с сыном. И Илюша сказал, что тоже поедет в Черкассы. Ничего, у родителей трёхкомнатная квартира. Переедем в одну комнату с этой собачкой. В Илюшину комнату, скажем так, с этой собачкой. Ну ничего, не будем, котов не будут к нам пускать. Ну как-то пару месяцев проживём. Что же мы тут сидим в Киеве? Это всё распространяется, всё-таки с родителями лучше. Ну и в общем решили приехать. И вот тут я посмотрю, какая будет реакция у них. Меня вообще... Я уже дожить не могу до вечера. Вот интригантка. Вика, конечно, идейку подкинула. Спасибо тебе. А что меня Вика хвалила? Позвонила, говорю, боже, Вика, я тут видео снимаю, тарахчу без остановки, а ты тут звонишь. Она говорит, а я же звоню тебя похвалить. Говорит, посмотрела твоё видео про блогера. Говорит, мама, это вообще... Я бы лучше не рассказала. Вот действительно, знаешь, как вот обижаются. Вот вы не хотите там за меня что-то сказать. Говорит, я как раз сейчас занимаюсь вот этим вот, ну скажем так, раскруткой блогера. То есть, как это делать, что... Вот снимаю программу, целую программу именно об этом. Говорит, и тут выходит твоё видео, когда ты так рассказываешь популярно, что дайте удочку, а не рыбку. Что как это надо, как было это всё у меня. Говорит, мамуля, мне прям вообще, ну, в общем, молодец, молодец, молодец. А для меня Викина похвала это, ну, вы понимаете, такого блогера, как Вика. И тут вдруг хвалит меня, мне было очень приятно. Короче, я уже её розыгрыш этот весь простила, всё простила. И сейчас я готовлю всякой вкуснятины. Это будет интересно. У меня будет первый раз праздник в Скайпе. Ну, в общем, находим во всём своей прелести. Подписываемся на канал, ставим пальчик вверх. Давайте, пусть у меня будет 40 тысяч. И, как мне желают, миллион. Блин, размечталась. Всё, подписываемся. Всем пока, всех люблю, всех целую. Как обычно, вот так. И в камеру. Так, смотрим, что я собираюсь готовить на ужин в Скайпе. Так, это у меня отваренные яйца, то понятно. Так, здесь я жарю грибочки с луком. Переходим дальше. Картошечка. Ну, это будет ещё чиститься, жариться. А это у меня еврейский салатик. Что такое еврейский? Не знаю, почему его называют еврейским. Там сыр, там яйцо, чеснок и всё это с майонезом. И это мажется на греночку. Это очень вкусно. А я, смотрите, сила есть, ума не надо. Это я взяла и сломала чесночницу. Вот, пожалуйста. Вот. Здоровая я, девка. Придушила. И всё. И капец. И поломала. Так, хорошо. Что у нас происходит в духовочке? А в духовочке у нас, смотрите, какая красота. Это я уже когда-то готовила. Готовлю ещё раз, потому что было очень вкусно. Это индюк. Что у нас в холодильнике? Бау! Как выглядит холодильник, когда не ходишь в магазины? Так, фрукты у нас есть на сладкий стол. Сыр есть. Колбаска есть. Ой, ну, короче, всё у нас есть, всё красивенько будет. А ещё у нас есть бутылочка классного красного венца. Так, ну вот как-то так сейчас у меня выглядит это всё. Фу-фу-фу. Работаем. Работаем. Готовимся к ужину. Так, вот такой у нас получился ужин. С куском большим мяса. Картошечка с грибами. А этот мой еврейский салатик я вам показывала. Винегретик. А еврейский салатик будет мазаться на вот эти греночки. А Кэти нам мешает. А здесь мы уже с друзьями в скайпе. Помашите нам ручкой. И раскостей. Хорошо. Наливаем. Да? Рассказывает. Всё, все друг друга снимаем. Снимаем в скайпе. Мы садимся за стол. Да. Саша, давай мне телефончик. И случилась такая беда. Это надо же. Они нас слышат, а мы их нет. У меня в компьютере звук полетел. Капец какой-то. Откуда ты знаешь, что у тебя в компьютере? Как я откуда не знаю. Звук-то включаю, он не включается. Откуда я? Ну да. Поэтому разговариваем только вот здесь. Вот таким вот образом. Ну ладно, уже как бы есть. Связь же есть по любым. Да. Костя тоже наливает. Ой, прикольно. Там мы ещё никогда не это... В скайпе не гуляли, да? Так, конечно же, было бы классно. Ну, мы тебя и так хорошо слышим через телефон. Давайте, ребятки. С праздником. С 1 апреля. Хорошо слышно? Отлично. Давайте. С праздником. Поехали. Да. Ну, отрезаешь. С этим, с мастером учёкается. А мы друг с другом. И с вами. Ура! Что у вас там на ужин? А, сейчас будем показывать, у кого что на ужин, да? Мы видим всё. Ух ты! У них там крылышки замаринованные. Понятно. Отлично. У них скромненькая нарезочка. А у нас, Ира, огромный запечённый кусок. Тебе видно? Это кто у нас, думаете? Это индюк. Костя, это точно индюк. Это не курица. Не, ну, такая... Нет, ну, я ж не целого индюка, а кусок. Теперь у нас картошечка с грибами, смотрите, жареная. А, вкусно картошечка с грибами. Теперь у нас еврейский салатик, потому что в эпоху, как во время коронавируса... Чеснок жрать надо. Чеснок надо кушать. А ещё у нас винегретик, смотрите, какой красивый. В общем, ребята, мы вас приглашаем к нашему столу и присоединяемся к вашему. Так, ну что, а вы уже, это самое, детей встречаете, когда приезжают? Дети когда приезжают? Аня уже приезжает, и когда, или не знаешь? А, а они шо, тебе ничего не звонили? Да здрасте, они решили уже с Ильёй. Аня договорилась с этим, с какой-то там соседкой, что останутся с животными. Она только Милу с собой возьмёт. И Илюха говорит, ничего, закроемся в моей комнате, будем Милу от котов оберегать. Ну, не знаю, наверное, тоже договорился на это. Потому что, говорит, неизвестно, как оно будет дальше. А шо тут ещё, может, два месяца придётся сидеть вот так заперти, так хотя бы как-то всем вместе. Ну, они, наверное, уже едут. Наверное, вам сюрприз. Ну, ничего, Господи, родители потерпите. Не, ну, может и нет, конечно, может и не едут, но... Ага. Ну, наверное, завтра. Ну, шо, ну, поживут там в одной комнатке в этой. Папа говорит, нельзя, слышит. А наш папа сказал, можно. Ребята, поднимите рюмочки с первым апреля. Ура! Ура! Меня знаете, как сегодня Вика развела? Это вообще капец. Я потом расскажу. Сейчас выпьем, закусим, я буду рассказывать. С первым апреля, с праздником! С праздником! Дети в вашем Киеве, всё хорошо. Не боись, не приедут. Не, они были согласны, пусть едут, шо ж делать. Так, дорогие наши дети, если вы нас все смотрите, то знайте, что все родители готовы вас видеть. Влю, когда угодно, и с собаками, и без собаки, и с попугаями. Вот такое вот. Это родители, мы вас всегда рады видеть. Да? Ну, вот, Анечка, родители твои рассказывают, что они тебя любят. А Аня завтра посмотрит мое видео и будет знать, как вы ее любите. Камера стоит, конечно. Ну, как тебе сказать, невидимая? Вот она стоит. Можем на вас ее направить. На Ирочку, чтобы камеру было видно наших друзей. Машите ручкой. Это Таня. Это Таня вечно что-то придумает, это Таня. Да, ну, вот я сегодня, конечно, буду тут с помехами в камеру, но тем не менее, все снимаю. Так. Саша мне даже бутербродик уже намазал, что уже ешь что-нибудь. Ну да. Угу. Ммм. Вот это я подсушила. Ира! Ира, забери у него ложку. А, они тебя хорошо слышат, это мы их не слышим. Ложку забери у него, а то он черпает часто. А, то широкая вилка, да? Угу. А он не вилкой тоже. Угу. А какой-то тебя хорошо слышат. Через это? Нет, какой-то тебя хорошо слышат. Вот ты разговариваешься на него через компьютер. У нас нет уже. У меня метрофон полетел. Я не слышу. Они слышат хорошо. Вот и я, получается, не слышу их. Саша никак не поймет. Мы их не слышим. Да. А они там сидят, нас хорошо слышат. Нет, это я понимаю. Им телефон не нужен. Они нас хорошо слышат. Я понял. Просто, что нам отвечают сюда, в телефон. И по телефону, потому что уж куда деваться. Ой, какая картошечка. Ну, Ира, считай, что мы кормим друг друга. Ну, да. Ира очень любит всех кормить. Да, я знаю. Наливай, да. Что-то я тут сижу одна, как этот... Как ты там говоришь? Чик. Чай на попе. Саша, я чик на попе. Так, ребята, в общем, вы все поняли. Мы гуляем. Отмечаем. Первое апреля. Потом у нас завтрак эти 10 месяцев. Все у нас классно. Все. Я думаю, что смотреть, как мы тут запихиваем в рот картошку, не обязательно. Ну, да. Так что, всем пока. Выключай. Ну что, мы поговорили с нашими друзьями. Да, Саша убрал, потому как вино мы еще пьем. Это было весело, классно, здорово. Мы разобрались. Собака открыла двери и прибежала к нам приставать. Фу! В общем, ребята, если вы были с нами, и вам тоже было весело, мы будем очень рады. Давай, что-то. Саша, ну что-нибудь возьми, там кусочек какой-нибудь. Вот. Саша может вывести Кэти только каким-то кусочком... Вкусняшки. Какой-то кусочек вкусняшки. В общем, мы вас любим. Если вы были с нами, мы очень-очень рады. Смотрите, куда они пошли. А теперь он попытается... А теперь он попытается... А-а-а! Не успел! Не успела! Она прорвалась. Она... Кэти, покажи сюда. Она просто не может понять, что происходит. У нас стоял компьютер. На ее месте, там, где она спит. И поэтому у нее вот такое истерическое состояние. Что? Что там происходит? В общем, я сейчас все уберу. Все поставим на места. Кэти залезет на свое любимое место. Она, кстати, перестала сдирать повязку. Наконец-то сообразила, что ее лечит. Все. До завтра. Кэти, один вопрос от Саши. Когда ты повзрослеешь? Ну, забрал он у тебя. Забрал. Все. Нету. Сколько можно быть щенком? Таскать все. Забирать все. Уже пора взрослеть. Покажи морду. Кэти. Ой, глазки обиженные. Опять забрали. Лапка в сторону. Да. Лапка вот такая больная висит. Да. Все у нас красиво. Мы уже отходим ко сну. Вот так это выглядит. В спокойном состоянии. Это бывает очень редко. Редактор субтитров А.Семкин